А при фронтовой Мариуполь сегодня посетил премьер. Он побывал на заводе Азовсталь, крупнейшем металлургическом предприятии Украины. Гройсман отметил, что несмотря на урон, нанесенный торговой блокадой, завод тем не менее увеличивает объемы производства. Глава кабина также открыл новую железнодорожную ветвь Камыш-Заря-Волноваха. Теперь на этом участке увеличится пропускная способность, а значит и объемы металлургического производства. От этого напрямую зависит и местный бюджет, и благосостояние граждан. Кроме того, премьер анонсировал запуск новых пассажирских поездов в прифронтовой город. Очень важно сделать нормальное соединение Мариуполь с другими местами. Залезница приняла решение с 20 червня запустить на Одессу потяг. Но я считаю, что этого недостаточно. И мы сейчас будем более жестко работать с залезницей, чтобы нормально сделать соединение, чтобы люди в Мариуполе не отчували своей выдержанности. Я имею в виду логистичный вид всей системы транспорта в Украине. Во время поездки в Мариуполь прокомментировал премьер и решение Стокгольмского арбитражного суда, который встал на сторону Украины в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Речь идет о газовых контрактах, заключенных во время премьерства Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко для меня не является оппонентом. Она нас ввела в колоссальный борговый контракт. Позиция, которая самая жахливая, которую можно было только уявить. Если мы берем газ или не берем, мы все равно за него платим. Слава Богу, что есть справедливый суд. Стокгольмский отбился и решение абсолютно открытым и публичным. Очень хорошо, что мы выиграли, потому что нам они поставили вимогу 45 миллиардов долларов. Это катастрофа. 45 миллиардов долларов. Уявите себе, не дай Бог, мы бы програли этот суд, потому что она подписала этот кабальный контракт.